Месяц в СИЗО без права внесения залога и без возможности подать кассацию. Администратор отеля Tokyo Star Ирина Поровик останется в следственном изоляторе до 18 октября. Такое решение принял апелляционный суд. Как и ранее, при рассмотрении апелляции Вадима Черного, коллегия судей отменила решение первой инстанции, а затем снова арестовала подозреваемую на тот же срок. Адвокаты настаивают на том, что подозрение не аргументировано, а заключение не обосновано. Но изменить вердикт не помогли ни восемь ходатай со стороны защиты, ни поручители, ни присутствующие в зале заседания маленькие дети Поровик. На мой взгляд, этот процесс носил фиктивно-демонстративный характер. Это решение суда законным быть не может. Собственно, поэтому суд решил взять паузу аж до первого числа и будет заниматься сочинительством. Это просто позор судебной системе. Это позор этой коллегии судей, которая сегодня приняла совершенно жуткое, совершенно незаконное решение. В то же время в прокуратуре подчеркнули, на свободе Поровик могла бы скрываться от следствия или же пытаться влиять на свидетелей, многие из которых являются ее подчиненными. Пока она пробудет под стражей до конца досудебного расследования. Напомню, отель Tokyo Star загорелся ночью 17 августа. Тогда погибли 9 человек, еще 10 пострадали. Главные подозреваемые в нарушении требований пожарной безопасности владелец гостиницы Вадим Черный, совладелец Сергей Дурач и старший администратор Ирина Поровик. На прошлой неделе о таком же подозрении объявили главному инженеру отеля. Зараз ця людина оголошена у Рошук, тому що практично там одразу ця людина покинула країну і фактично місцезнаходження зараз її встановлюється.